Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задает вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества, думающего интеллигенции нашего города. Тема сегодняшней передачи «Искусственный интеллект и новая реальность человеческой цивилизации». Сегодня я беседую с человеком, сведущим в искусственном интеллекте, как никто другой. Во всяком случае, из людей, которых я знаю. Это доктор технических наук, профессор, начальник научно-исследовательского отдела научно-исследовательского института средств вычислительной техники, заместитель главного редактора научного журнала «Advanced Science» Дмитрий Евгеньевич Прозоров. Здравствуйте. Ни для кого не секрет, что главные технологические достижения и изобретения последних десятилетий были связаны с информационными технологиями, или сокращенно IT. Их развитие двигало развитие и остальных отраслей, как науки, так и производства. В последние 10-15 лет главным направлением развития IT стало не наращивание мощностей, а анализ данных. С этой целью цифровизации подвергалось все, что возможно оцифровать, после чего данные о цифрованных вещах собирались и анализировались. Все, чего когда-то достигла человеческая цивилизация, теперь превращается в информацию, выраженную через двоичный код. Сегодня впервые за историю человечества в десятке самых дорогих компаний мира информационные корпорации, такие как Google или Facebook, люди из своей массы впервые столкнулись с новой для них реальностью. Реальностью искусственного интеллекта. И вот, Дмитрий Евгеньевич, не могли бы Вы охарактеризовать, что такое искусственный интеллект? И как он связан с нейросетями, алгоритмами и вообще информационными технологиями? Ну, искусственный интеллект – это довольно размытое понятие. Дело в том, что существует достаточно много толкований для этого термина, начиная от более серьезных и заканчивая такими довольно шутливыми. Ну, например, одно из определений – искусственный интеллект – это свойство компьютерных систем выполнять какие-то творческие функции, которые обычно ассоциируют с человеком. Или, допустим, определение с точки зрения специалиста, который работает в этой области. Искусственный интеллект – это область информатики, которая занимается разработкой компьютерных систем, способных осуществлять какие-то функции, которые традиционно связывают с человеком. Допустим, функции и способности к пониманию языка, функции и способности рассуждать, решать какие-то проблемы, ставить какие-то цели и так далее. Ну, есть и более шутливые определения. Например, искусственный интеллект – это просто наука о том, как научить компьютеры делать что-то лучшее, чем это делает человек. Но мы вот еще знаем такие понятия, как алгоритмы. Вот как это вот… Или это одно и то же? Дело в том, что в технической среде, выходцем из которой я являюсь, более принято даже не использование термина «искусственный интеллект», чаще употребляется термин «автоматизированная система». То есть довольно часто, например, можно встретить в технических заданиях на разработку соответствующих систем разработка автоматизированной системы для выполнения таких-то функций. Допустим, разработка автоматизированной системы для оценки загруженности вагонов РЖД, например. Хотя здесь подразумевается искусственный интеллект, но все-таки чаще идет в специальных документах речь об автоматизации в той или иной степени. И когда мы говорим об автоматизации, мы всегда, конечно, подразумеваем в виду какие-то алгоритмы, потому что разработка начинается всегда с разработки моделей, методов, алгоритмов обработки данных. Это традиционная область, в которой работают айтишники. Но после того, как у нас появилась соответствующая элементная база, где-то в середине 2010-х годов появилось очень много интересных реализаций нейросетевых моделей, которые позволяют те же самые задачи автоматизации решать на очень высоком уровне и зачастую даже лучше, чем, скажем так, классические алгоритмы, которые использовались ранее. Ну, среди наиболее ярких таких примеров – это области перевода с одного языка на другой, области генерации различного рода изображений, распознавания, в том числе изображений, и в целом область, которая называется распознаванием образов. А это мы ещё поговорим. Про образы этого очень интересно. Но меня такой банальный вопрос, в общем-то, интересует. Интеллект и разум – это одно и то же или нет, особенно применительно к искусственному интеллектуру? Можно ли сказать, что это и есть искусственный разум? Или вы это как-то себе иначе представляете? Я здесь не являюсь специалистом, поскольку это, скорее, область, наверное, гуманитарная или философская. Но, тем не менее, некоторую проблематику, наверное, можно обрисовать. В частности, что понимать под интеллектом, что понимать под разумом, или даже чаще задают вопрос, что понимать под сознанием. Да, есть ли, например, сознание у системы с искусственным интеллектом. Здесь можно вспомнить несколько мысленных экспериментов, которые были разработаны в прошлом веке. Например, один из таких мысленных экспериментов был придуман Джоном Серлом в 1980 году и называется «Китайская комната». Что это такое? Представим себе, что мы поместили в закрытое помещение человека, который не знает китайского языка, но при этом обращаемся к нему на китайском языке и получаем ответы тоже на китайском языке. Каким образом он может отвечать на такие запросы? Просто-напросто у этого человека, который находится в закрытой комнате, есть набор каких-то правил, примеров, чередования иероглифов китайского языка. И, пользуясь этими правилами и примерами, он составляет ответы, при этом совершенно не понимая, собственно, что он передаёт в качестве ответа. Вот возникает вопрос для стороннего наблюдателя. Можно ли рассматривать такую закрытую систему, как систему, которая обладает пониманием, разумом, сознанием? Что там вообще происходит? Наблюдатель не понимает, но при этом он получает вполне разумные в кавычках ответы. И здесь, конечно, возникает вопрос. Если что-то выглядит, как утка, крякает, как утка и плавает, как утка, то что же это такое, да? Это какой-то разумный объект или это неразумный объект? Такие вопросы, конечно, возникают. Ну, это китайская какая-то утка. Ну, хорошо, вы как раз говорили про образы. И давайте тогда об этом мы и поговорим. Вот искусственный интеллект действительно совершил прорыв распознавания образов и может идентифицировать людей по лицу или даже по походке. На днях мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 15 октября на всех станциях московского метрополитена будет установлена система распознавания лиц, которая позволит автоматически списывать деньги за проезд с вашего личного счёта. А это значит, мы вступили в новый мир, в котором невозможно скрыться от тотального надзора. Системы слежения за людьми уже используются в Китае для составления так называемого социального рейтинга граждан. Вот не превратятся ли технологии искусства интеллекта в наш мир, не превратятся ли они, вернее, наш мир в подобие антиутопии Джорджа Оруэлла 1984-й? Вот такие опасения многими высказываются. Ну, технологически, конечно, это возможно. И приведённые примеры, в частности, примеры в России, Москве и в Китае имеют место быть. Я даже могу больше рассказать по этой проблематике. Это традиционно как раз задачи из области распознавания образов. И чаще всего здесь применяются системы, которые направлены на наблюдение визуально этой системы компьютерного зрения, и в том числе системы, которые умеют анализировать эмоции людей, анализируя текст, например, или какую-то активность, допустим, мозговую активность людей или речевую активность. Такие системы, в частности, распространены в Китае. Китай – это одна из тех стран, в которой установлено наибольшее количество камер наблюдения. Их там сейчас порядка 200 миллионов. Это практически по одной камере на 6-7 человек. Причём примерно пятая часть этих камер установлена в государственных учреждениях. И в некоторых масс-медиа проходила довольно забавная информация о том, что в серьёзных учреждениях, государственных серьёзных учреждениях или военных учреждениях, или там, где очень важно наблюдать за активностью исполнителя, даже используются сенсоры, которые помещаются под фуражку или под шлем, и при этом эта активность электрических импульсов анализируется потом системами с искусственным интеллектом и передаётся куда надо для анализа того, как человек реагирует на события, какие он эмоции испытывает сейчас и в каком он состоянии находится. Если говорить про обычные гражданские организации, то там такие же системы контроля, но построены на базе систем видеонаблюдения. И в целом эта задачка по распознаванию лиц, по распознаванию эмоций – это довольно традиционная задача из сферы компьютер-вижн. компьютерного зрения. Поэтому, опять же, возвращаясь к вопросу, технологически, конечно, это возможно, и здесь, скорее всего, речь идёт о политической воле, о интересах политических групп, финансовых групп, о том, с чем мы постоянно имеем дело. Понятно. А вот немножко вы меня так зацепили, даже сильно, скажем, зацепили, с вопросом китайской утки, я, наверное, всё-таки вернусь к ней. Вот правильно ли я понимаю, что искусственный интеллект всё-таки необязательно, то есть может предполагать или не обязательно предполагает наличие сознания, то есть насколько это вот коррелируемые вещи. А если он не предполагает сознание, то вообще можно ли его назвать как таковым разумом? То есть может это просто обработка информации какая-то скоростная, и ничего, так сказать, человеческого здесь, ну и, соответственно, опасного для человека нет. Может быть, я так не точно сформулировал как-то вопрос. Вот по-другому скажу. Вот искусственный интеллект подразумевает наличие сознания или это необязательно? Тоже в существенной степени философский вопрос. Мне, как технологию, ответить на него довольно сложно, потому что мы сразу же возвращаемся к термину сознания. Даже те люди, которые являются специалистами в этой области, те, которые занимаются проблематикой исследованиями мозга, ковиднитивной деятельности, биологи, биотехнологи и прочие люди из сопутствующих областей, даже они до сих пор не могут определиться с тем, когда сознание возникает, каким образом оно возникает, каковы причины его возникновения, и вообще можно ли отличить по наблюдению за объектом, обладает он сознанием или нет. И в связи с этим вспоминается интересная философская теория, которая была, как ни странно, разработана, не разработана, а предложена математикам, физикам довольно известным, первым Вапалсом, французам. Он предложил примерно следующее. Давайте представим, что мы в какой-то момент времени смогли зафиксировать все частицы в мире, положение всех частиц, мы знаем, каким образом они взаимодействуют, мы знаем их координаты, скорость и все остальное. После этого мы можем совершенно точно предсказать, как дальше будут развиваться все события. Это так называемый детерминизм. Так вот, в защите китайской комнате, если у нас есть какая-то закрытая система, которая ведет себя достаточно разумно, достаточно, я имею в виду, в соответствии с некоторыми критериями или некоторыми тестами. Один из критериев или один из тестов – это, например, тест Тюринга, довольно известный, который заключается в том, что, предположим, мы предлагаем машине, в кавычках предлагаем, и человеку сымитировать поведение 13-летнего ребенка. И даем возможность экспертам оценить, насколько, по их мнению, вот эта имитация человеческая или машинная, то есть различить, кто, собственно, имитирует этого ребенка. Так вот, если более 30% экспертов принимают решение о том, что это человек, тест Тюринга считается пройденным. Собственно, машины уже прошли, тест Тюринга, и это было где-то в середине 10-х годов. Мы уже достаточно далеко от этого момента продвинулись. Так вот, возвращаясь к китайской комнате и к детерминизму, если мы имеем какую-то систему, которая ведет себя разумным образом и проходит тест на разумность, и мы в какой-то момент времени, допустим, фиксируем все элементы этой системы, реализуем в виде какой-то механики или в виде какой-то компьютерной системы, или даже просто берем гипотетические измерения человеческого мозга в виде какого-то множества потенциалов, и реализуем это тоже так же в виде механики или компьютерной системы, и дальше запускаем такую систему. Очевидно, что симуляция будет достаточно близка к человекоподобной, и такая система будет себя вести в кавычках разумно, да, но будет ли у нее сознание? Пока на этот вопрос, конечно, технария отвечает, что нет, мы не подразумеваем никакого сознания в системах с искусственным интеллектом, но также очевидно, что по мере развития таких систем, по мере их усложнения, развития функционала, таких вопросов будет возникать все больше. Если что-то ведет себя разумно, интеллектуально, то нет ли там вдруг сознания? То есть вот те научно-фантастические книги, фильмы, которые сплошь и рядом нам обещают восстание каких-то машин, уничтожение роботами расы людей, то есть в них все-таки есть какое-то пророческое зерно правды? Или человек может удержать, как вот Айзия Казимов в свое время говорил, там три закона робототехники, машину сможет удержать в каких-то рамках подчинения себе? Может машина, другими словами, выйти из-под контроля человека или нет? Мне кажется, этот вопрос довольно близко связан с вопросом, может ли машина ставить свои собственные цели, отличные от тех, которые были поставлены перед ней человеком. Это довольно широкая тема для обсуждения. Я приведу несколько примеров. Одна из интересных областей применения системы с искусственными интеллектами – это автопилоты. И на слуху у всех, например, компания Tesla, которая использует автопилоты, также может быть менее известна, но тем не менее очень ценится в узких кругах специалистов и широких кругах производителей российской компании Cognitive Technologies, которая точно так же разрабатывает автопилоты. И когда мы ставим автопилоту цель довести нас из пункта А в пункт Б, автопилот в промежутке между выездом и достижением этой цели ставит какие-то свои промежуточные маленькие задачи, маленькие цели. Допустим, проехать по такой-то улице, составить какой-то определенный маршрут, отреагировать на движение человека, который стоял спиной к проезжей части, а потом развернулся, повысить внимание к этому объекту, принять его внимание, притормозить перед светофором и так далее и тому подобное. То есть какие-то относительно небольшие, скажем так, цели, в рамках глобальной цели все-таки системы искусственного интеллекта на настоящий момент ставить умеют в рамках тех алгоритмов, на базе которых они реализованы. Также есть и негативные примеры. Не так давно был не то чтобы скандал, но весьма неприятный момент, связанный с турецкими беспилотниками, когда турецкий военный беспилотник, который был ориентирован, задачей которой является уничтожение опасных целей, был запущен в автономном режиме и выделил один из объектов, который не предназначался, собственно, для атаки, в качестве цели для атаки. То есть он каким-то образом совершенно самостоятельно выделил этот объект как опасный и атаковал, хотя вот конкретно данной цели ему не ставилось. Но тем не менее, значит, такой случай был. Кстати, он на самом деле был этот объект опасным или нет? Вот это интересно. Насколько он угадал опасность? В тех новостях, откуда я подчеркнул эту информацию, вот такая информация, конечно, не раскрывалась. Но если судить по аналогам анализа различного рода ДТП и прочих происшествий, связанных, например, с автопилотами, и, конечно, такие инциденты очень тщательно исследуются для того, чтобы понятие, что там внутри происходило, внутри этой, допустим, нейросети или там внутри какой-то системы автоматизированной, которая приняла такое решение. Понятно. Вот про проблематику мы с вами стали говорить, и одна, мне кажется, из таких серьезнейших проблем, связанная с искусственным интеллектом, с алгоритмами, это вытеснение людей из профессий, которые раньше считались в том числе гуманитарными. То есть то, что там на производстве роботы какие-то механические руки и так далее перекладывают детали, это уже ни для кого ни секрет, ни новость. Ну, например, бухгалтер, инспектор по кадрам, секретарь-делопроизводитель, это то, о чем говорят сегодня, что будет в ближайшие годы вытесняться. Ну, и мы видим по развитию бухгалтерских систем. То есть там уже, там, где раньше надо было пять бухгалтеров, справляется один и так далее. На очереди, как говорят переводчики, юристы, банковские служащие, врачи, водители. Последние исследования нейробиологов показали, что поведение людей, интуиция, эмоции и их желания обусловлены не свободной волей, а работой миллиардов нейронов мозга, работающих как алгоритмы, только биохимические. Рано или поздно машинные алгоритмы научатся полностью копировать работу нейронов, и тогда искусственный интеллект сможет заместить человеческий труд даже там, где ранее это считалось невозможным. Не случится ли так, что через какое-то время людям просто не останется рабочих мест, чтобы трудиться и зарабатывать себе на жизнь? Здесь, наверное, следует начать с краткой ремарки относительно того, какого прогресса мы достигли в области развития автоматизированной системы, в частности, в области нейросетей, которые реализуют какие-нибудь когнитивные функции, которые присущи традиционно человеку. В частности, буквально в июне была опубликована новость, что в Китае было разработано очередное поколение нейросети с названием Vudao, я надеюсь, правильно это произношу, с примерно почти двумя миллиардами параметров. Параметры — это коэффициенты, описывающие связи между нейронами, грубо говоря. Два триллиона параметров — это довольно много. Для сравнения, в голове у человека находится примерно 90 миллиардов нейронов, и при этом между ними порядка 100 триллионов связей. А если говорить о сложности мозга собаки, то у собаки количество связей, количество нейронов как раз примерно соответствует этой самой нейросетевой модели, которая была разработана в Китае. И разработчики, что интересно, на базе вот этой достаточно сложной нейросетевой модели создали бота, который имеет свой собственный блок, и которого, судя по новостям, приняли на обучение в университет. При этом разработчики предполагают, что в течение года та информация, которая будет поступать от этой нейросети, позволит ей развиться примерно до уровня 12-летнего ребенка. То есть это достаточно высокий уровень когнитивных функций. И предполагается, что довольно многие задачи такая система уже сможет решать. А вообще, вот как вы считаете, есть ли какие-то области интеллектуальной деятельности человека, в которых он всегда будет опережать, скажем так, искусственный интеллект, где искусственный интеллект не сможет сделать конкуренцию человеку, или таких областей в принципе быть не может? В этом смысле я оптимист, потому что считаю, человечество всегда найдет чем заняться. Да, и подобные разговоры относительно исчезновения профессий, они всегда сопутствовали появлению новых технологий. Здесь можно вспомнить и автоматизацию производства, и появление таких технологий, как, допустим, телефон, связь у нас исчезли, телефонистки, соответственно, да. Те же самые автопилоты лишат кого-то, скажем, занятости в области такси, например. Тем не менее, наверное, количество профессий будет не уменьшаться, все-таки увеличиваться, потому что новые технологии обычно бывают более сложными и развитыми, чем предыдущими, и требуются специалисты, которые в состоянии с ними оперировать, в состоянии с ними справиться, их использовать и развивать. И, в частности, наблюдая за тем, как во многих вузах страны сейчас у нас появляются соответствующие факультеты, кафедры, направления в области обучения специалистов, связанных с задачами машинного обучения, анализа данных, здесь можно только сказать, что, безусловно, какое-то применение им будет находиться, может быть, возник тут даже новый спектр профессий, архитекторы нейросетей, разработчики. Понятно, да, вы действительно оптимист, я меньше оптимизма на этот счет испытываю. А давайте вот, если предположить, у нас последний вопрос до ухода на рекламу, предположить гипотетическую ситуацию, что человечество откажется от дальнейшего развития искусственного интеллекта, алгоритмов и так далее. Вообще, сможет ли оно вот без этих всех вещей, которые сейчас существуют, выжить? Ну, если их дальше не развивать, если вот оставить на таком уровне. Мне кажется, обеспечение текущего уровня жизни без системы автоматизации, в том числе на базе искусственного интеллекта, будет невозможным. Просто потому, что давайте последим за динамикой увеличения количества людей на Земле. И по статистике каждый год количество населения на Земле увеличивается на 12 миллиардов человек. Я думаю, что в этом году мы подойдем к цифре... Миллионов, наверное, да? Потому что сейчас... Каждые 12 лет на 1 миллиард. Вот так, да. Да, извиняюсь. Каждые 12 лет на 1 миллиард. И к концу этого года мы, наверное, подойдем к цифре 8 миллиардов. Если такая тенденция сохранится, то разнообразные проблемы, сопутствующие обеспечению жизнедеятельности, в частности, транспортная логистика или системы производства продукции или какие-то другие производственные системы, без системы искусственного интеллекта, наверное, реализовать будет очень сложно. Спасибо. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после чего продолжим нашу передачу. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума. Палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи – «Искусственный интеллект и новая реальность человеческой цивилизации». И я продолжаю беседовать с Прозоровым Дмитрием Евгеньевичем, доктором технических наук, профессором, начальником научно-исследовательского отдела научно-исследовательского института средств вычислительной техники, заместителем главного редактора научного журнала «Advanced Science». Сегодня в связи с бурным развитием искусственного интеллекта перед человечеством встают моральные проблемы. Прежде всего в ситуациях, когда перед машиной стоит выбор, связанный с жизнью и здоровьем людей. Например, в случае риска аварии со смертельным исходом. Как следует программировать искусственный интеллект, который выполняет роль водителя? Когда он должен спасать ребенка на улице? Или он должен спасать хозяина машины, которая находится внутри ее? Кто несет ответственность за принятое искусственным интеллектом решение? Вот, Дмитрий Евгеньевич, могли бы Вы немножко рассказать, как сегодня вообще решаются подобные проблемы? Что Вам известно? Это очень больной на самом деле вопрос, потому что интересантов в области развития систем с искусственным интеллектом, конечно, много. И, значит, интересанты эти имеются не только в области экономики, допустим, политики, но и в области совершенно обычных бытовых каких-то приложений. Системы с искусственным интеллектом так или иначе будут развиваться. Кто за это отвечает? Во Франции психологи проводили опрос, касающийся моральных аспектов того, какой выбор должен сделать автопилот. В том случае, если на дороге находится группа людей, должен ли автопилот следовать правилам движения и, грубо говоря, въехать в эту группу? Или, наоборот, повернуть и въехать в стену дома, который находится рядом? Оказалось, что большинство респондентов, в общем-то, придерживаются точки зрения, что нужно спасать большинство, минимизировать человеческие потери и, конечно, лучше въехать в стену. Но при этом оказалось, что множество людей, которые ответили таким же образом, сильно пересекаются с множеством людей, которые, будучи владельцами подобных машин с автопилотами, высказались о сохранении своей собственной жизни. Возникает, очевидно, дилемма, которую необходимо решать. Как эти вопросы морально-этически решаются в других странах? Ну, в частности, в Российской Федерации поднимался на загадательном уровне вопрос ответственности за использование искусственного интеллекта в сферах, которые могут иметь юридические последствия, например. Довольно часто на тему морально-этических вопросов в области использования автопилотов говорит Ольга Ускова, основатель упоминавшейся уже российской компании Cognitive Technologies, которая производит автопилоты. В США для компании, которая утаила ДТП с участием беспилотников и не сообщила об этом инциденте, предусмотрены штрафы до 100 миллионов долларов. Наиболее серьезно, наверное, эти вопросы прорабатываются сейчас в Европе. И разработан целый ряд загадательных актов, которые называются о европейском подходе к искусственному интеллекту, который запрещает, прямо запрещает, использование технологии искусственного интеллекта для массового наблюдения, агрегации и использования каких-то данных для манипуляции людьми, для составления различного рода социальных рейтингов, которые будут влиять на жизнь людей, и в целом для реализации каких-нибудь технологий, которые нарушают права человека. Но альтернативой, например, такому подходу является упоминающийся ранее Китай, и буквально на днях была новость о том, что масс-медиа Китая опубликовали концепцию цифровой культурной революции, которая, наоборот, подразумевает тщательное наблюдение за социумом, агрегацию различного рода информации и использование этой информации для составления социального рейтинга, для оценки поведения людей, в том числе в автоматизированном режиме, и для формирования у социума определенного рода паттернов поведения, которые заданы различными государственными структурами. Понятно. Вот мы сегодня... Вот я сейчас другую проблему хочу еще поднять, но это вы прекрасно ответили. Сегодня смотрим различные фантастические фильмы, и реальность, которую создают кинематограф, режиссеры, ее, честно говоря, трудно отличить от действительности. Кажется, что мы действительно присутствуем на других планетах или в центре Земли. И еще что-то очень-очень много, там, исторические какие-то реконструкции. И я понимаю, что сейчас в основном это все делают с помощью специальных компьютерных программ, которые используются на телевидении. И с каждым годом вот эта реальность, созданная в том числе нейросетью, да, она... Очень трудно ее отличить от настоящей реальности, снятой обычной видеокамерой. Мне кажется, сегодня, наверное, это уже даже невозможно отличить. Стало быть, это можно ведь использовать и в каких-то политических там целях. Ну, допустим, для того, чтобы кто-то постоянно находился у власти, да, или каких-то других. То есть такая виртуальная жизнь. Вот есть ли какие-то решения этой проблемы? Как отличить виртуальную цифровую реальность, которую нам показывают, от настоящей реальности, которая на самом деле существует? Ну, безусловное решение есть, как и в любой области. Когда разрабатываются средства в кавычках нападения, тогда и разрабатываются средства в кавычках обороны. Что касается определения так называемого дипфейка, то есть каких-то... Это дипфейк называется, да? Дипфейк, да. То есть фейковые объекты, которые реализованы с помощью машинного обучения, с помощью так называемых глубоких нейросетей, ну и прочими подобными методами. Конечно, способы отличить от естественных объектов, ну под объектами я здесь понимаю, скажем, текст, голос или какие-то изображения, картинки или видео, например, от реальных объектов, конечно, есть. Но проблема заключается в том, что нейросетивые подходы развиваются, чем дальше, тем в меньшей степени искусственные объекты отличаются от реальных, просто потому что мы улучшаем соответствующие технологии, набираем все больше информации и все лучше умеем создавать симуляции, с большей точностью создавать симуляции, те, которые... Симуляция объектов, те, которых мы наблюдаем в реальной жизни. Поэтому, безусловно, для неподготовленного человека отличить очень сложно. Для этого нужны специальные методы обработки и специалисты, знакомые с этими методами. Ну вот, если рассмотреть обработку голоса, то для решения задач анализа голоса используется огромное количество различных параметров, порядка сотни параметров, начиная от таких достаточно простых, которые, может быть, слушатели вспомнят, математическое ожидание или дисперсия, например, до достаточно сложных, которые вычисляются аналитически, имел кепстральный коэффициент, коэффициент линейного предсказания и так далее и тому подобное. Этих параметров очень много, их анализировать не очень просто, но, тем не менее, некоторые подходы для классификации вот этой визуальной или текстовой или голосовой информации, безусловно, существуют. Ну и, кроме того, конечно, следует отметить, что те же подходы, которые используются для создания дипфейк, могут быть использованы и для классификации дипфейк. Да, как говорится, очень-очень все интересно и живем мы в очень необычное время. И вот к этому должен сказать, что, наверное, все-таки скоро возникнет ситуация, когда в мире возникнут такие интеллектуальные искусственные надсистемы, которые людьми не только не будут восприниматься, но их существование не будет даже осознаваться людьми. А они, поскольку имеют просто возможности в миллионы раз быстрее обрабатывать различную информацию и, как вы сказали, уже научаются ставить цели и так далее, ну, в принципе, способны формировать новую реальность. И в том числе, ну, в реальность человеческой жизни они могут ставить, уже не мы будем ставить цели для машины, а они могут ставить цели для человека. В общем-то, такой мир очень какой-то опасный, это вот реальность, которая новая нас ждет. Или человек сумеет приспособиться. Вот я однозначно уверен, что контролировать искусственный интеллект – это утопия, мы не сможем. Но вот как жить в этом новом мире? Как вы себе это представляете? Мне кажется, как ни странно, это сильно зависит от образования. Почему? Я попробую пояснить. Сейчас существует множество технологий, которые можно отнести к, ну, так, немножко в шутку, отнести к такому термину, как «бог из машины» – «Deus ex machina». И традиционное понимание вот этого термина восходит к различного рода постановкам, когда посреди детального представления появляется, ну, вот, грубо говоря, «бог из машины» и мгновенно решает проблемы всех участников этого мероприятия. Дело в том, что таких технологий уже сейчас очень много, но мы привыкли их воспринимать как достаточно обыденные чудеса. Это, например, связь, это, например, навигация, это, например, какие-то другие вещи, которые мы объяснить не можем, но, тем не менее, воспринимаем вполне нормальным образом. И такая же ситуация, мне кажется, у нас будет в области систем с искусственным интеллектом. Нужно просто понять, что любая нейросеть или любой автомат, ну, скажем, нейросеть – это, по сути, система уравнений линейных, нелинейных, дифференциальных. И воспринимать такую систему, как обладающую, систему уравнений, как обладающую своим собственным сознанием, мне, как технорю, ну, достаточно сложно. Может быть, такое, конечно, и возможно в идеальном платоническом мире, но не у нас. То есть вы нас так успокаиваете, что будущее поколение к этому, ко всему будет нормально относиться, так же, как мы сейчас относимся к телевидению, к телефонам, что не могли представить все наши предки. При условии соответствующего наличия базового образования и критического мышления. Понятно. Ну, вот на такой оптимистической ноте мы закончим нашу передачу. Еще раз повторю, что сегодня в гостях был Прозоров Дмитрий Евгеньевич, доктор технических ног, профессор. Очень надеюсь, что мы когда-то сумеем продолжить разговор, потому что тех реальных проблем, особенно моральных проблем, которые встают перед человечеством в связи с новой реальностью цифровизации, искусственного интеллекта, их очень и очень много. Всего доброго. До свидания. До свидания.